Добропоезд прибыл на вокзал Анапы в 8.15 утра. Он привез необычных пассажиров. Это спортсмены, музыканты и общественные деятели с ограниченными физическими возможностями. Их миссия – рассказать личные истории и дать пример всем остальным, как можно и нужно преодолевать самые серьезные недуги. Таких гостей Анапа встретила по-настоящему весенней погодой, выступлением казачьего хора и хлебом с солью. Наконец-то! Вы солнце привезли, нас вожди, блин! Да? Да! Сегодня первый день у него такая погода! Пау! В Анапе Добропоезд завершает уже вторую поездку по городам России. Позади пять остановок на крупных станциях юга страны. Везде участники акции встречаются с такими же, как они, людьми, чтобы не просто показать страшный диагноз – это не приговор, а научить, как жить дальше. Я сама являюсь человеком с инвалидностью по зрению. У меня полностью отсутствует зрение, но я турист с огромным опытом, причем прохождение самых экстремальных маршрутов – горных, морских, речных, даже подземных, это в пещеры и так далее. Поэтому я приехала сюда поделиться техниками прохождения разных маршрутов людей с инвалидностью и на коляске, и полностью незрячих, и полностью не слышащих, и с ментальными нарушениями. Одним из авторов идеи добропоезда стал Александр Саллагуб. В 18 лет после неудачного прыжка в воду у него парализовало и руки, и ноги. Но Александр смог научиться передвигаться самостоятельно. Теперь он призер чемпионата Европы, мастер спорта России по рэгби на колясках и активный общественник. Мы показываем, что наши истории, они очень похожи, и что нельзя терять надежду, веру. Если у тебя получилось побороть себя, свои сложности и трудности, нужно проявить желание помочь другим ребятам, так же преодолеть. Я приехал сюда с моим мастер-классом «Адаптивный фитнес». Рассказать свою историю, свою историю жизни, историю успеха. Успех для меня – это в первую очередь моя собственная ответственность. Я понимаю, что только я могу изменить свою жизнь к лучшему. На форумах под общим названием «Моя история успеха» в разных городах к участникам акции присоединялись и местные активисты. А напчанину Никите Ванкову тоже есть что рассказать единомышленникам. Я жду сильных историй, сильных людей и, конечно же, самых настоящих эмоций, которые помогают нам жить. Вы тоже готовы поделиться своей историей? Я тоже готов делиться своей историей, историей успеха, историей жизненной ситуации, как ее пережить и как справиться. Главным организатором всероссийской акции «Добропоезд» стал Добровольный физкультурный союз. Его руководитель, знаменитая фигуристка, неоднократная чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая призналась, что такие поездки приносят массу положительных эмоций и отзывов. Но каждый раз это дается нелегко. В любом случае, каждый форум в тебе вызывает бурю эмоций, переживаний, слезы. Но мимо этого нельзя пройти, понимаете? Это невозможно просто пропустить мимо. Если ты можешь так сделать, то ты, наверное, безэмоциональный человек. Каждая история, она настолько глубоко остается в тебе, и ты настолько восхищаешься силой и мужеством этих людей. Человек, который пришел извне и долгое время совершенно не понимал, что происходит в его жизни, наши истории, знаете, как говорят, ставят на ноги сразу. То есть это такое отрезвление после какого-то забвения жизненного. Кроме истории, семинаров и мастер-классов, участники «Добропоезда» привезли с собой и новейшие образцы средств реабилитации и передвижения. Это тоже часть общей идеологии. Ничто не должно и не может мешать человеку быть успешным. Нам очень приятно, что такая большая профессиональная команда экспертов приехала для того, чтобы рассказать на нашей территории о том, как, не то что легко и просто, а как возможно жить полноценной жизнью, несмотря на те моменты, которые сковывают и движения, и мысли, ну и прочее. Планы у нас грандиозные. Конечно, мне очень хочется, чтобы этот проект жил, жил долгие годы, чтобы мы проехали всю Россию, чтобы нас, людей, да, с ограниченными возможностями, но преодолевшими какие-то жизненные преграды, видела и слышала, как много больше таких же, как и мы. И чтобы люди не отчаивались, чтобы люди находили свою нишу в этой жизни, чтобы они не были, как они говорят, обузой или овощем, да, чтобы они были полноценными людьми, мужьями, женами, друзьями, братьями, сестрами, родителями, понимаете. И такие люди, рассказывая свою историю, говорят о том, что у них есть семьи, у них есть дети, у них есть счастье и вера в жизнь. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.